Как ты не понимаешь, тётя Вера, для государства важная задача — это крепкая семья, понятно? Сейчас в стране вообще демографический спад. Каждого ребёнка надо обеспечить полноценными родителями. Главное, умственно, полноценными. Том, ну правда, ну не надо ехать. И Вадим, и Галочка, взрослые люди, разберутся они сами. Спасибо, разберемся. А у меня вот чуть-чуть расслабилось, и сржало. На тебе. Ну а чего такого страшного-то произошло? Да ты что? Да раньше ворота дёгтем мазали за это. Ой, мама. Мам, ну поехали уже. Едем, нет, на. Ну, трифта вызывай. Чё ты стоишь? Ты чё, слепой? Неудобно по такому деликатному вопросу к человеку на работу ехать, руководитель всё-таки. Хороший руководитель. Он же себя в узле держать не может. Просто. Я же говорила ему, ну женись тут нормально. Нет, не надо. Мы не можем. Мы сами всё. Что? Ну что, сломался что ли? Вызвай. Том, ну а если он откажется? Не боись, тётя Вера, у нас не откажется. А, а может, ему, как Серёге, морду набьём? Я готов. Дурак. Морду бить не будем. А что? Нет. А уму-разуму, если надо, научим. Поехали. Нина, ведь правда, без него фирма накроется. Сколько народу без работы останется? Да ладно, без Горина фирма только вверх пойдёт, воровать будет некому. Ну, он ведь маме помогает, помогает. А кто есть у него? Адвоката бы я тоже сама не потянула. И Галька от него беременная. Да он всё потянет. Он тебе и носки шерстяные вон с апельсинами будет на зону высылать. Нин, ну он обещал, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо в его сторону. Он вообще сказал, что мне как беременной условный срок могут дать. Да ты как беременная вообще должна дома сидеть до суда. А Горин твой свою уже шкуру спасает. А себя вот благодетелем называет, кормильцем. Мама какая нашлась, родная. Ну что, он неправильно говорит? Да всё он правильно говорит. Так вот, где он раньше-то был, когда ты эти бумаги подписывала? Почему же он рядом-то не стоял? Где он был? Почему он мне сказал? Семь раз прочти, один раз подпиши. Ну что ты от меня-то хочешь? Чтобы я его утопить тоже начала? Да ничего я не хочу. Ничего я уже не хочу, я не знаю чего. Маме твоей он помогает, значит деваться тебе некуда вроде как. Вот и если только отомстить ему как-то захочешь уж очень. Правильно, отомстить первое дело. Да, положеница у тебя хуже некуда, Тань. А Горин всё-таки этот, сволочь он. Все они сволочи. Да нет, девчонки, не все. Если так думать, жить грустно будет. Добрый день. Здравствуйте. Вера Кирилловна, здравствуйте. Вам кого? Вера Кирилловна, я к вам. Мне очень нужно с вами поговорить. Я, я могу войти. Ну, проходите. Я, я тебя. Я, я тебя. Продолжение следует... Две волны друг друга снежно обнимают две любви. Под ним огнём в ночи сияют две души, как две весны, как я и ты. Пусть даже не судьбы, лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит есть на свете. Я и ты, я и ты. Вера Кирилловна, Вера Кирилловна, вы же знаете, Танечка, она моя лучшая подруга. Вы даже себе не представляете, как она мне дорога. Да правда. Она замечательная. Её нельзя не любить. Она, она умная, она добрая, она чуткая. Вы знаете, мне рядом с ней всегда подпрыгнуть хочется, чтобы, чтобы как-то наравне с ней быть. Вера Кирилловна, я уверена, что Танечке всё будет прекрасно, что она будет счастлива. Не рассказывайте ей о нашей свадьбе. А я, Татьяна, своей дочери не враг. Я ей добра желаю. Так что я и не собиралась ничего ей рассказывать про вас с Сергеем. Зачем её тревожить лишний раз? Только освоилась на новом месте, в новой жизни. Так что, чем быстрее забудьте. Спасибо. Спасибо. Вера Кирилловна, не осуждайте меня, я прошу вас. Не надо, не надо. Да я, Танюш, давно никого не осуждаю. Так, секунду, куда вы? Сидеть. Сидеть, секунду, секунду, секунду. Сумасшедший дом на выезде. Жанночка, сами мы не местные, помогите бумажкой формата А4. Угу. Спасибо. Опять твоя любимая семейка Плавниковых припёрлась. Кто? Да Рыбкина твои. Сама и два Самёнка. Примите мои соболезнования. Что, опять настроены на скандал, да? У них что, по-другому бывает? Стояла бы у них на пути и снесли бы, как бульдозером. Вот остаётся теперь подождать, подсчитать жертвы и ущерб. Боишься, что они Горину, как мне, наваляют, а? Вот зря смеёшься. Судя по лицам, они настроены очень даже решительно. Ну, тогда я испаряюсь. Трус. Не трус, но боюсь. Правда, Серёж, будь на месте. А то уж, если они действительно сильно расшумятся, нам будут вызывать группу поддержки. Сигнал к атаке три зелёных свистка. Все вместе мы Горину таких-то. Я первая, можно? Не вопрос. Привет. Привет, Галина. Слушай, а мне показалось или Баринова от нас вышла? Нет, не показалось. А чё ей надо было? Ну, не знаю, с теть Верой там о чём-то разговаривали. Чё хотела? Ой, а наши куда подевались? На демонстрацию, что ли, на какую? Ну, вроде того. Что-то случилось? Я боюсь, тебе не понравится. Ну, в общем, мама, Витя и Димка оделись и пошли к Вадику права качать. Как? Ну, как? Ну, как? Они тут шумели, кричали. Потом тётя Вера их пыталась остановить. Ну, ты же знаешь, против лома нет приёма. Ой. Ой, что же они меня за человека не считают? Галь. Господи, 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 ж Вадику обещала ничего не говорить! Галя! Галь, ну, рано и поздно, ну, всё равно же это проявится, понимаешь? Дело не в этом! Что они меня за куклу держат какую-то деревянную? Я пойду туда. Может, не надо? Да вот так стихи наибидствия. Пожалуйста, Галя! Я его остановлю. О своём ребёнке я буду с Вадиком говорить сама! Приветик! Привет! А я думал, ты ещё не приходила. Долго спишь, я уже ухожу. Куда? На встречу новой жизни. Я увольняться приходила. Ну, понимаешь, когда есть вариант стать моделью, чего я буду с подносом таскаться? А, ну, я тоже хочу куда-нибудь махнуть. Там, в космос, например. Знаешь, там, в центр управления полётом, пролетаю над Катей Рыбкиной. А что, мы правда больше не увидимся? Ну, ты же сам говорил, что в галактике сходятся и расходятся. Да мало ли, чего я там говорил. Чепуху всякую. Может быть, я тебе позвоню, мы сходим куда-нибудь? Нет, Миш, ты хороший парень, но я не хочу водить тебя за нос. Я к тебе ничего не чувствую. И не надо звонить, и никуда мы не пойдём. Ну, хотя бы за откровенность спасибо. Ладно, я побегу, а то Павел будет ругаться. Галактика, не поминай лихом. Катя, а может быть? Не может, и не хочет. Вадик, ты уже решил, у тебя свадьбу играть? Сейчас надо с гостями определиться. От нас человек двадцать будет, да, мать? А ты тогда сколько рассчитываешь? Может, всем офисом глянёте? Прикольно будет. Да каким офисом? Мы для офиса здесь накроем. Они здесь пусть гуляют, а мы дома, своей компанией. По-свойски будем, по-рыбкински, понимаешь? По-простому. Нет, 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 я на Галле экономить не буду. Сделаем, как все люди, кафе снимем. Сотрудники пускай с нами твои. Праздник как праздник. Ладно. Пару лимузинов, покатаемся, Ленинские горы, Парк Победы. Теркизовские, сейчас скажи. Не это сейчас главное. Главное нам сейчас вырубить нашу генеральную стратегическую линию, так сказать. Да, Вадик? Тихо, всё, молчите, балаболы. Значит, я так считаю, Вадик, что надо снять кафе. Это самое лучшее. Это и народу, так я думаю, ну человек на пятьдесятых. Вы бы не говорили, что мы с тобой экономим на этом деле. Мать, ему нравится, смотри. Товарь Кириллов. Какая свадьба? С ума посходили, а? Вы меня в гроб скорее вгоните, чем в ЗАГ затащите. Никакой свадьбы не будет. По слогам повторить. Не будет! Да видела я эту модель, бабища-бабища. Милая моя, что ж ты хотела? Это рекламный бизнес. Дети памперсы рекламируют. Собачьи консервы собаки. А дорогие часы светские львицы. Ну а ты-то у нас еще львенок. Да не расстраивайся ты так. Работы хватит. Ну не будешь ты часы рекламировать. Будешь рекламировать автомобили. Лучше самолеты, они мне больше нравятся. Не, на самом деле, я не расстраиваюсь. Ну и правильно, не надо. Ну подумаешь, сегодня заказчик выбрал другую модель. Завтра тебя выберут. Что такое дело? Рабочий момент, главное терпение. Я потерплю, так уж и быть. Только, Кать, у нас с тобой проблемы. Твой отец. Просто эта проблема думает, что я все еще маленькая. Лезет везде. И вот эту контору левую меня потащил, хотел устроить. Я, конечно, отказалась. Дело-то не в этом, тут другое. Твой отец ни черта не понимает в нашем бизнесе. А лезет. Со своими предложениями. Он тебе карьеру поломает. Это я такой добрый, все терплю. А в другом месте тебя даже слушать не станут. Моделей полно. Кому проблемы нужны? Ты понимаешь? Яснее ясного. Галя, я совсем не то хотел сказать. Они, что, довольны? Пришли, разорались мне, мозги мне закомпосировали. Да, я не знаю, что я говорю. Мама! Зачем? Да как зачем? Доча, как зачем? Мы же беспокоимся. Мам, я просила. Ну, уйдите, пожалуйста. Никуда мы отсюда не уйдем. Мы тебе одну с ним не оставим. У него же семь пятниц на неделе. Сегодня одно, а завтра другое. Да он тебе лапшу навешает, нам потом расхлёбывает, да, мать? Дайте нам поговорить. Да все, пошли. Пошли, 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 пошли. Мам. Да. Пошли. Только, Владик, ну скажи ты, прежде всех, что вы женитесь и все. И говорите вы сколько хотите. Мама, хватит. Пожалуйста, уйдите немедленно. Нет, пусть он скажет. Говори. Вам он ничего не обязан говорить. Правильно, все, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Мама! Мы тебя подождем, там, за дверью, в коридоре. Да? Хорошо. Договаривайся, сама. Продолжение следует. Где ты? Где, да? Это все всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто поехал? Да Тамара с Витей да Димкой Вот честное слово, Аня, вот лучше бы ты поехала Не знаю, ты бы тактично поговорила как-то Ой, эти дипломаты, боюсь, дел наделают Да вообще не надо было никуда ехать Ну что же они все делают-то, не спросив у Гали Ты попробуй их останови Ладно Будем надеяться, на этот раз обойдется Да С Витькой из Бескандала Ой Ань А ты че это? Ничего, тетя Че глаза-то на мокром месте? Так Ну-ка, Аня Рыбкина Расскажи-ка ты, учительница, в чем дело? Ой, Господи Ладно, может и правда третий лишний Он хочет уехать Кто? Костя А ты что, так ничего и не решила? Я не знаю, что решать Он так больше продолжаться не может А он мне сказал, что уезжает А я не могу Я не могу здесь остаться Я не могу все бросить, что мне делать Ладно, ну а кто это кроме себя решить-то может? Ты че сама-то хочешь? Что ж так долго-то? Это нормально, мать Дело молодое, пускай поваркует Вы знаете, у вас очень интересное лицо Просто я работаю в модельном бизнесе Никогда не думали попробовать себя В этой области Мне кажется, у вас получится У меня на это дело глаз наметан Положи на место Ой, Дима, положи от греха подальше А то тут все такие нежные Господи, а ты тоже так долго разговариваешь Может, я оттуда пойду? Сиди, мать Никуда они не денутся с подводной лодки Ну, Галя Все хорошо, пошли отсюда Вы женитесь? Я же говорю, все будет хорошо Галя, Галя Я, я говорила Ребенок без отца расти не будет Я всегда знала Вадик Порядочный человек Очень интересное лицо Очень 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 С чего напиваемся С радостью, с горя Да ты не маши, выкладывай Во что опять вляпался Слушай Ты-то хоть не лезь, а Хорошенькая дельца, не лезь Да они себя здесь уже хозяевами чувствуют Может, и жениться собрался на этой мэмре Собрал-то, не собрался Давай тяпнем Да ты уж тяпнул за двоих Я смотрю Ну, что за ребенок Только вот Не надо преувеличивать Ребенок Что, поговорить не о чем? Угу Я заметила, что не о чем Такой митинг устроили за два квартала, слышно Выпи Ты мне выпить предлагаешь? Может, ты еще за этих Рыбкиных тост поднимешь? Я на тебя столько лет угрохала Пахала, не разгибая спины Чтоб ты на этой мэмре женился И Рыбкиных плодил Спасибо Благодетель Что молчишь? Сказать нечего? Ты мне еще об этом пожалеешь, милый друг Ну, ты будешь А я выпью Я так выпью Ты сделала то, что обещала? Ой, девушка ветрена Много неисполнимых обещаний дают Ты какое имеешь в виду? Ты сказала Тане про свадьбу? Фу, какая проза Так позвонила или нет? Нет Мы с ней с тех пор еще не созванивались Ну, так позвони Пожалуйста Это так срочно? Сказала же, позвоню Подождать нельзя Ты на этом прям зациклился Что, больше проблем нет? Да проблем у меня предостаточно Одна из них То, что ты не выполняешь своих обещаний Подумаешь обещаний Скажу, не волнуйся Может, ты ее хочешь Подружкой невесты позвать, а? Неважно, чего я хочу Обещала, значит, сделай Что, обломали? Вот у меня Под самый корешок Тоже обломали Ну, Рыбкин ушли? Ушли Не ночевать же мы здесь А могли Жертвы разрушения есть А как же Не без этого Я Самая, что ни на есть жертва Рассказывай Галина беременна Ух ты Рыбкины хотели заставить Горина На ней женится Как честного человека И, похоже, заставили Честный человек Горин Смешно Еще один пал В неравной борьбе Слушай, Серега Пойдем куда-нибудь Отсюда подальше, а? Ну, чем занимаешься? Мужа посмотрю С ума сойти Просто посмотреть не на что Ни кожи, ни рожи Ноги на руки похожи Просто какие-то невесты Дракулы Кать А эти вообще Питаться перестали Когда ты последний раз кушала Красавица А умывалась Ну, если это телосложение Что такое теловычитание? Веселенькие на вас Памперсы Нет, просто катастрофа В мире моды Кать, да у нас совершенно нет конкурентов Мы их в два счета сделаем Серьезно тебе говорю? Надо заняться твоей карьерой Серьезно Пап Не надо, правда, тебе ничем заниматься То есть как не надо? А кто о тебе подумает? Чужой дядя, что ли? Да хотя бы и так Пап, ты понимаешь, что В этом бизнесе нужно разбираться Мода это целая индустрия Кать Здесь нужны профессионалы Пап, нужно знать, как подготовить Профессиональное портфолио Нужно быть профессиональным промоутером Чтобы делать карьеру Нужно знать, как себя на кастинге вести Вообще нужно знать, как себя позиционировать Кать В этом бизнесе вообще много что нужно Кать А ты меня только позоришь Своими этими замашками Здрасте, Натя Дожили От горшка два вершка, а туда же Да Что ты без меня сможешь? Ты ничего же не понимаешь вообще в жизни? Мир наживы жесток, девочка моя Пап, какое нажива? Это мода Пожалуйста, ничего не понимаешь Там такие бабки вертятся Конечно наживы, а что это еще? И я, между прочим, тебе родной человек А не то, что вот эти вот проходимцы Я из тебя человека сделаю А эти промоутеры, шмолутеры Что, кого они из тебя сделают? Проститутку, что ли? Что? Вот значит, как ты обо мне думаешь Да скорее они там из меня сделают человека Чем здесь я с вами стану Такой же, как мать Ну что, единственную ребенку у меня забрать хотите, да? Волохт вам Ну, милая Слушай, скажи мне только честно Честно? Честно Тебе? Да Скажу Вы о чем знание женщины, а? То есть она же Стерва Ну Ну, не ангел И И ты ее Не любишь Не любишь ты ее А вот это Уже не важно Ты с Таньку Разбежхину Ну, любишь И я-то знаю Любишь и Таньку Угадала? Угадала? А-а-а Угадала Мишка Нет Мишка Накайпаны еще грамм так Двести Хватит с тебя водки Я тебе кофе сделаю Ты мне будешь указывать? Ты мне будешь указывать? Кто здесь старший брат? Братишка, да? Снапасис Знаешь, у меня тоже могли бы быть дети И даже двое уже Угадала Света, да идиота Горина Жизнь свою не угробила Да, ладно Я настаиваю Вроду Поставила я Эту лошадку И угробила Ну, тогда мы с тобой эти Вот и как их Собратья по несчастью Да Я тоже Поставил не на то и И Угробил Слушай А давай их обманем, а? Да давай Как? А давай мы это С тобой поженились Друг на друге Ну, а не я на сегодня А? Мы А? Друг с другом Угу Да? А давай 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 Чёрта помянешь Он тут как тут Санька Сави Милый, ты где? Я Ужинаю А кто там с тобой? А никого Я в ресторане Тут какая-то пьяная компания гуляет А хочешь Приезжай ко мне Я тебя покормлю Ну У меня Для тебя есть Фирменное блюдо Так Ты Тане звонила? М? Ну, при чём здесь все это? Я ж тебя Приглашаю ко мне приехать А ты звонила Не звонила У тебя Более интересных мыслей не возникает По поводу меня? Я спрашиваю Ты сказала или нет? Ну ты у меня просто сумасшедший Ну какая сейчас разница? Ну ты приезжай сюда Мы разберёмся? Не-а Вот, Вер, совсем ты жизни не знаешь Чё это? Я имею в виду столичный Не разнежились вы там В провинции На парном молоке Да на огородных витаминчиков А тут Знаешь Надо держать у хвостро Своё зубами вырывать Так уж и зубами Конечно Поехали к Вадиму И сладили свадебку А так вот тебя бы послушали Сказали Ой, не надо Ой, неудобно Ну и чё было бы А так приехали И тёпленьким взяли Никуда он от нас не денется Ну дай-то Бог Поживем увидим Да чё смотреть-то Нам чужого не надо Но и своё, знаешь Не отдадим А у меня, знаешь, Том Тоже новости Да? Знаешь, кто ко мне сегодня приходил? Кто? Татьяна Баринова Татьяна Баринова Да ты что? Серьёзно? Ах ты без стажей глаза И посмела ведь, да Ну и чё ты? С лестницы ты спустила Или тоже неудобно было? Сама спустилась В лифте Вот я и говорю Добрый вы От парного молока Ну и чё это Бертихоздке надо-то? Хотела, чтоб я Татьяне ничего не говорила Про их свадьбу с Сергеем А ей какая корысть Она-то чё боится? Не знаю Не спросила А я, знаешь, Томка и сама не хотела Тане ничего говорить Пусть обустроится на новом месте Она-то будет узнает Ну смотри, Вера, не знаю А если Таня ж потом узнает, что мы знали да не сказали Лишь обид-то сколько будет Том Ты только смотри, не проговорись Я тебя прошу Пожалуйста Ну вдруг Танька позвонит И своим тоже скажи С обидами знаешь, мы потом разберёмся А нечего её лишний раз тревожить Ну не знаю Хозяин, барин Я-то и своим-то скажу Ты не волнуйся Они не проболтаются А вот Я бы на твоём месте Танюша-то всё-таки сказала Вера Да Слушай, ты это Не дашь тут много денег в долг? Полный швах Вот, а тут свадьба ещё на носу Ну что А тебе Танюш-то Томка Ну я ж сама хотела Ну я стеснялась Ну ты ж сама говоришь Парное молоко до добра не доведём Ну Томка Ну я стыдно было вроде Томка Томка Не надо, не надо, не надо Томка 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 Тотулечка моя Томка Томка Красавица. Мамочка, 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 что же с нами будет, мамочка? Если это завтрак в постель, то ты опоздал. Почему завтрак? Это белый флаг. По винному голову меч не сечёт. Смотря в чём провинился. Таня, я нагрубил вчера тебя по телефону. Да. Прости. По-моему, тебе в тот момент вообще было не до меня. С кем ты веселился? Хочешь знать правду? Да. С Жанной в кафе. С Жанной? Интересная компания. И часто вы так… Да нет. У неё просто личная драма, вот она и напилась по этому поводу. Ну, не мог же я оставить даму в таком положении? Да. Никифоров. Ты рыцарь. Утешивал страдалицу? Да нет. Разве в такой ситуации можно утешить? Горин женится на другое. Да? На ком же? На Галине Рыбкиной. Завидная партия. Я вообще… Это что, модой такая пошла? Жениться. И все почему-то женятся на других. Тихо. Мамочка. Галя! Галич, ну что? Ну? Мам, больно. Мам, больно. Господи, что такое? Весь, Витя! Живот, мама. Ой, болит живот. Господи, Боже мой. Сейчас. Ни два дня. Я с тобой, с тобой, с тобой. Витя, ты где, Витя? Мамочка, холодно. Господи, больно. Ну, что вы орёте? Скорую, быстро, срочно. Деточка. Мама с тобой. Все хорошо. Все будет хорошо. Галя. Галя. Все равно не пьешь. Ну, что-то Танюшка долго не идет. Придет, куда она денется? Хоть бы ей там поменьше, что ли, дали. Статья у нее серьезная. Да какая у нее статья? Ну, не виновата она! А у нас здесь целая камера невиноватых. Она, правда, девка красивая. А таких жалко. Да и не привлекалась ни разу. Ну? Может, условно и дадут. А если вот нет, она вот... Что, их прямо туда, в колонию отправляют сразу? Ага, жди. Будут здесь ждать, пока целый вагон не наберут. А потом на зону. И рожать там. А где же еще? А бывало так, что вот прямо в зале суда отпускают? Наверное, бывало. Песню знаешь? Какую? Проснись, проснись, о, дочь моя. Тебя же судьи оправдали. Я тебе серьезно спрашиваю. Наверное, бывает. Но только не со мной. Знаешь, наверное, бывает и... тыква в карету превращается. И королевич на бродяжке женится. только это очень редко. Только это очень редко. Да. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Главное, помните, не говорить лишнего. А что я должна говорить? Вот скажите мне точно, что я должна говорить? Говорить буду я. Спросят, отвечаете да, нет. И главное, не слово о Вадиме Леонидовиче. Иначе дело затянется. А ко мне подруга должна прийти. Ее же в зал пропустят, да? Конечно, заседание открытое. Но, по-моему, вам не стоит на нее отвлекаться. Слушайте судью внимательно, не перебивайте. Вопросов не задавайте. И главное, покажите, что вы искренне раскаиваетесь. Татьяна Петровна, вы все поняли? Да. Скорей, Баня. Скорей, Баня. Девочки-ребина. Татьяна Петровна. Субтитры создавал DimaTorzok Классо-классо-классо-классо-классо-классо-классо-классо